Здесь задают вопросы, по какому признаку будут подбираться кадры, когда будет новое правительство ДВК. Как я говорил, что ключевые позиции министры будут выдвигаться и назначаться парламентом страны. Это будет не выдвигать и назначать не премьер-министр, а именно парламент утверждать и согласовывать. И это фактически народные представители. Конечно, в первую очередь здесь будут требования, чтобы этот человек соответствовал уровню тех задач, которые необходимо решить. Если министр энергетики, то человек должен быть способный, должно быть имя, то есть этот человек должен знать о отрасли. То есть всякие разные профессиональные требования, я сейчас их не могу даже перечислить, но ясно, что в каждой отрасли будут работать специалисты или люди способные. управлять. Не обязательно специалисты в медицине, например, может он управление сильный и наберет команду заместителей, которые хорошо знают о отрасли. Но все требования будут озвучиваться профессионально, но они необходимы в самом ведомстве, во-первых. Во-вторых, все это будет утверждать парламент страны. Ну и, конечно, с учетом того, что эти люди все время будут находиться под прицелом как парламента, так и общества, их профессионализм проявится сразу. Справляются они с этими задачами или нет? Независимые телевидения, независимые средства массовой информации, сильные депутаты, которые не зависят от правительства, они только являются представителями народа. Вот независимый суд, независимая промокольная система. Вот все это вместе в комплексе создаст ситуацию, когда на руководящие посты будут приходить сильные профессионалы, не коррумпированные. А если коррумпированные, то они просто попадут в тюрьму, потому что новая система, она будет сильная, независимая и под контролем общества. Вы когда сейчас говорите, вот взятки берут все прочее, вы все время говорите о нынешней существующей системе, мы ее полностью перестроим. Именно по этому принципу будут подбираться новые кадры, по принципу профессиональному, преданности дела. И тогда у нас все изменится на всех уровнях. И в первую очередь я надеюсь, конечно, на активную часть общества, на наших активистов. Вот те люди, которые будут возглавлять ячейки, которые будут в состоянии вести за собой народ, которые обладают влиянием и весом, именно они должны занять все верхние уровни власти, начиная от правительства, парламента, Акимов областей, городов, руководителей различных компаний государственных. Мы должны серьезную прослойку людей полностью нынешнюю старую сменить, поставить новых, сильных, умных. И у нас не будет низкой оплаты труда, мы будем всем достойно платить, чтобы у людей не было желания участвовать в коррупционных схемах. Спасибо.